Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы поставили идей, связанных с ослаблением рисковых активов и по праву возможного на текущий момент доминирования американского доллара. Фон, стоит отметить, этой недели для американца весьма насыщенный. Мы миновали, по сути, вчерашнюю торговую сессию, когда ФРС опубликовал решение процентной ставки и все прошло в соответствии с ожиданиями. То есть, если рынок не оценивал, а в качестве высокой вероятности того, что ФРС пойдет на изменение монетарной политики, американский регулятор предпочел не шокировать общественность, не будоражить рынки, когда это не нужно. И, собственно, спустил на тормозах возможные изменения политики, отложив их до более поздних времен. Это то, что расценивалось в качестве наиболее вероятного сценария. То, что позволяет нам дальше верить, что американская валюта продолжит свое постепенное снижение. Собственно, так же, как и сохранит постепенный коррекционный вектор стоимости черного золота. Поэтому давайте полномерно, прежде чем мы, конечно же, перейдем к американцу, подведем итоги вчерашнего дня и коснемся еще нескольких интересных событий, которые имели место быть в рамках торговой сессии среды. Нужно поговорить про нефть, потому что мы в одном мизерном шаге того, чтобы зацепиться и, возможно, даже преодолеться поддержку от 50 долларов за баррель. Клосс вчерашнего дня 50-51, сейчас актив торгуется на отметке 50-69. Из основных событий вчерашней торговой сессии, безусловно, стоит выделить то еще решение ФРС по ставке и той поддержке, которую получил доллар. Данные по запасам нефти от администрации аналитической информации. Как вы знаете, запасы четвертую неделю подряд снижаются. В этот раз мы наблюдали снижение на минус 0,93 миллиона баррелей за неделю. Со прошлого спада на минус 3,6. Общие показатели запасов сейчас находятся по-прежнему на очень высоких значениях, но не то чтобы рекордных максимумов, но около того, 527 миллионов. Развивая эту тему дальше, раз запасы у нас снижаются, значит цены на нефть должны расти. Это классический подход к торговле, но мы уже с вами смирились с некоторой другой практикой, которая устоялась и не скомпрометировала себя за последние несколько недель ни разу. Это практика, связанная с тем, что трейдеры вкупе с анализом ситуации по запасам нефти еще следят, анализируют статистику по запасам бензина, дистиллят и по объемам добычи нефти в рамках американской экономики. И если там видят больше сигналов, которые разнятся с реальностью, а именно если говорить про запасы бензина, ведь сейчас тот самый сезон, когда спрос на топливо должно расти. И, соответственно, запасы бензина по снижению должны опережать падение запасов нефти. Однако этого не происходит. Поэтому запасы, кстати, бензина за прошлую неделю снова выросли на символичную цифру, но она все равно со знаком плюс. Плюс 0,19 миллионов баррелей в сутки. И это уже также, по-моему, третья или четвертая неделя подряд роста запасов бензина. Уже не просто так. Это явно не случайность. Это, возможно, новая действительность, которая отражает низкие объемы потребления, низкий спрос и формирует очень, на мой взгляд, очевидные медвежьи риски на перспективу для этого актива. Какие они по срокам, краткосрочные, долгосрочные, я не знаю. Но самое главное, лично мне, как медведю, по этому активу достаточно того, что это риск. И я хочу, чтобы по мере приближения в район 50 долларов за парлю у нас было больше фундаментальных оснований не отказываться от идеи снижения этого актива и продолжать ставить на то, что она окажется гораздо ниже. Дальше идем. Объемы добычи нефти в США. Здесь очередной прирост еще более превосходящих показателей прошлой недели. Плюс 28 тысяч и общий показатель добычи в США сейчас 9,29 миллионов в день. Друзья, это очень много. Это значит то, что Соединенные Штаты Америки могут выйти на планку производства в 10 миллионов баррелей в первом квартале 2018 года. То есть, безусловно, мы будем и дальше наблюдать за пересмотром прогнозов от Администрации энергетической информации. Это будет добавлять нам больше топлива для нашей короткой позиции. Еще один аргумент. Это, опять же, напоминаю, я говорил вчера по поводу того обзора и результатов опроса, которые нам стали доступны благодаря оценке Рейтерс. Так вот, уровень исполнения обязательства ОПЕК в прошлом месяце составил 90% против прошлых 92%. Это произошло за счет более высоких объемов добычи в Анголии и Объединенных Арабских Эмиратах. То есть, сделка при всем высокопарном заявлении и уверенности ОПЕК того, что они доведут до конца первого полугодия планку по исполнению обязательств до 100%, это все пустые слова, она не работает. И то, что регионы плюют сейчас некоторые на обязательства, явный сигнал того, что даже если сделку управлять до конца 2017 года, от нее не нужно будет ждать какого-то чуда. Оно не произойдет. Потому что системно, позиционно в этой сделке ничего не изменится. У рынка нефти было полгода, чтобы остабилизироваться. Вместо того, чтобы нащупать хоть какой-то позитивный драйвер для котировок долгосрочного характера, мы только пришли к выводу вот спустя 4 месяца о том, что рынок по-прежнему в состоянии перепроизводства, которое даже было усилено по сравнению с теми показателями, которые мы наблюдали в конце 2016 года. И еще один аргумент против нефти – это сильный доллар, который, разумеется, продолжит отыгрывать сейчас собственные стоимости. Весь позитив, который имеет место быть со стороны национального рынка, постфакуум вчерашнего решения ФРС, будет готовиться к июньскому заседанию. Там вероятность повышения процентной ставки уже больше 80, кто-то говорит, что даже больше 90%. Я считаю, что в июне мы увидим повышение процентной ставки, и от этого ФРС также не отказывается. Поэтому дальнейший рост американцев станет еще одной причиной снижения цены на нефть. И завтра у нас замыкающий релиз недели статистика Baker Hughes. Мы перевалим за 700 нефтяных станций сланцево-боровых. Почему? Потому что эта тенденция уже такая закоренелая, устоявшаяся. Я думаю, что вряд ли она будет сломлена в ближайшие недели или даже в месяцы. Тем более, что даже несмотря на, казалось бы, низкие значения цен, они все равно находятся и соответствуют уровню рентабельности для сланцевого бизнеса. Цель максимума, которую я ставлю до конца этой недели, все-таки тестирование поддержки в 50 долларов за баррель. Но если рынок не найдет оснований и не сможет все-таки побороться под конец недели на фоне состоявшегося ралли и отказаться от идеи зафиксировать часть профита постфактум того снижения, которое мы наблюдали в рамках всей пятидневки, Ну, тогда подождем, подождем следующей недели, но уже в ходе следующей пятидневки уж точно мы будем наблюдать тестирование этого значения. Не хочу каркать, но не хотелось бы останавливаться на планке 50, хотелось бы уверенно ее преодолеть и пойти ниже. Рубль 57.30 уже. Как я и предполагал, чем ближе мы к поддержке 50 долларов за баррель, тем, собственно, хуже держатся тормоза у российской валюты. Тем более, что мы сейчас уже явно видим очевидную девальвацию. Рублю поддержки искать не в чем, а в прямом смысле единственное, что приходится довольствоваться тем негативом, который на рынке присутствует. Основной фактор этого негатива снижение цен на черное золото. Если будем двигаться в рамках этой тенденции дальше, то очень быстро увидим значение 58-59 против американца. Доллар и иена. Вчера мы видели, как пара достигла максимума за последние 6 недель на фоне подтвержденной позиции американского регулятора, который отметил неизменность своих долгосрочных прогнозов и подтвердил приверженность как минимум двум повышениям процентной ставки до конца 2017 года. Прежде чем переключиться на решение поставки, на собрательное заявление ФРС, кстати, пресс-конференции не было, но, скажем, в рамках тех заявлений, которые были сделаны через сопроводительные документы, у нас есть кое-какие положения, которые я сейчас вам расскажу, и это самая настоящая базис для дальнейших покупок американца. Но до, собственно, ставки ФРС было много важных отчетов. В результате активность в сфере услуг Market и ISM. Две оценки. Везде позитив по Market 50.1 с 52.5, то есть рост очевиден по ISM. И вовсе 50.7,5 один из максимальных уровней за последний год с 55.2. Количество новых рабочих мест по статистике ADP 177 тысяч против прогноза 175 тысяч. Классный отчет. Я думаю, то, что повтори официальные цифры, но он паромировался завтра. Нечто подобное, несомненно, поползут вверх и доходности Treasuries, и индекс доллара снова начнет стремиться к сотке. И, разумеется, это приведет к росту еще большему доллару. Что касается решения ФРС, ставка на прежнем уровне в 1%. Американский регулятор, как мы с вами предполагали, отметил то, что неуверенное восстановление первого квартала является исключительно временным явлением. Потому что макроэкономическая картина, статистика продолжает улучшаться, очевиден прогресс в рамках рынка труда, и расходы потребителей находятся на очень высоких значениях. А, соответственно, можно рассчитывать на то, что второй квартал окажется гораздо лучше первого по экономическому росту. Поэтому ФРС считает то, что июньское заседание абсолютно подходящее время для ужесточения монетарной политики. Сразу же после этих заявлений вероятность повышения процентной ставки выросла с 67%, то есть показатели, которые мы анализировали до этого, практически до 90%. Но нужно понимать, что такой резкий скачок, его нужно доказать, его нужно оправдать. И я снова возвращаю вас к идее о том, что меньше всего сейчас ФРС нужно, так это то, чтобы решения разнились с ожиданиями рынка. То есть, если рынок так уверен, что ставка будет повышена в июне, ФРС его поднимет. Но для того, чтобы подстегнуть, опять же, свое позиционирование к этой вероятности, нужно удовлетворять рынок в течение всего мая и первого числа июня более-менее хорошая статистика, чтобы рынок созрел к этому решению, был готов к нему. Поэтому, друзья, я думаю, что до конца месяца нас ждет исключительно сильные макроэкономические отсчеты, которые будут подстегивать интерес к доллару, там, какая пара доллара японской иены еще выше текущих значений. Сейчас котировки на отметке, одну секундочку, 112,76, закрепление выше 113. Я думаю, то, что это уже фактически решено дело. Фунт вчера провалился, здесь можно отметить и причину в сильном долларе, это действительно так. Но я хочу, даже спешу поделиться с вами свежим фундаментом, которого мы давненько уже не видели по британской экономике. Вот, кстати, вышел еще сильный отчет по строительству, но, думаю, вы согласитесь со мной, что строительный сектор – это ерунда по сравнению с производством и сферой услуг. Производство было на хорошем уровне, может быть, отчасти оно стало причиной локального интереса к фунту. Сегодня, кстати, у нас сфера услуг, которая охватывает 80% экономического роста, последим за этим отчетом, но негативный настрой уже вряд ли что-то изменит. Даже хорошая статистика по сфере услуг. Почему? Потому что вчера на рынке пришло сообщение о том, что Тереза Мэй, которая, как вы знаете, является премьер-министром Англии, будет отстранена от переговоров по поводу Брэкзита. Плюс ко всему, вы помните, что Брюссель явно в ходе прошлого этапа переговоров отдал понять Англии, что вот этот бракоразводный процесс Англии будет стоить в 60 миллиардов евро. Это якобы обязательства, которые фискальные, налоговые. Англии придется погасить, чтобы Брюссель был податливым на ряд условий последующего выхода Англии из состава Европейского Союза и решен тоже навстречу. Но сейчас я хочу отметить то, что вот за, получается, три недели эта сумма возросла с 60 миллиардов евро до 100 миллиардов. Считается то, что свои требования еще предъявила Польша и Франция, это требования по плате сельхозсубсидий. Собственно, это и разогнало показатель, точнее, потенциальный долг, который будет, не будет, еще неизвестно, оплачен до 100 миллиардов. И Англия тут же дала ответ о том, что она не собирается гасить никаких обязательств, поскольку считает это самым настоящим вымогательством. То есть мы, друзья, вступаем, как и ожидалось, в дьявольские сложные переговоры по процедуре Брэкзита со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому я думаю, что пришел тот момент, когда можно снова ставить на снижение британской валюты. Вот, собственно, сегодня я это и сделал. Сейчас котировка у нас 1,2875. Давайте ждать снижения валютной пары в район поддержки 1,25. Евро против доллара. Вчера сильная статистика по ВВП была опубликована, признаю, 1,7, по тому выражению, квартальным ростом до 0,5%, но евро все равно просел. Это было вызвано сильным долларом и явным ростом настроений такого популизма о том, что слабая валюта для евросоюза сейчас более предпочтительна. Если, опять же, такой подход будет взят на вооружение, мы с вами продолжим снижаться по евро и дальше. Сегодня в 19.30 нас ждет выступление председателя Европейского смертельного банка Марио Драги. Возможно, он будет говорить про монетарную политику. Если это так, то повторит то, что было сказано неделей назад. То есть готовимся потенциально к еще одному драйверу для ослабления евро. Австралийца снижается, летит вниз в пропасть так, как нам нужно. Причина резкого обвала австралийского доллара за вчерашнюю торговую сессию – резкое снижение цен на мете. И, конечно же, резонанс на публикацию слабых данных по производственной активности в Китае. Вот сегодня еще вышла сфера условий также плохая статистика. Австралийцев сейчас не за что зацепиться. Сегодня утром прошло выступление еще Филиппа Лова, которое состоялось несколько часов назад, было завершено. И снова, как и месяцем ранее, был сделан акцент на крайне неудобный и сложный процесс перехода от сырьевой ориентации экономики с учетом текущего курса. И проблемы, которые также были связаны и с ростом задолженности домохозяйства, и с потенциальными рисками, которые касаются вероятного пересмотра торговых условий. Соглашение НАФТО северо-американского торгового альянса о свободной торговле, что еще является актуальной темой и стоит на повестке обсуждения. Поэтому канадский доллар у нас также находится под давлением. Собственно, мы увидели, как днем ранее он тестировал максимум пары USDCAD за последние 14 месяцев. Австралийцы продаем, новозеландский доллар продаем, USDCAD ставим на дальнейшее укрепление. Доллар, франк, друзья, если кто-то еще не присоединился к этой паре, торопитесь. Там все меньше и меньше пунктов для паритета. Но есть еще возможность урвать 40-30 пунктов в космочной перспективе и потом еще поставить на движение выше паритетного значения. Из важных отчетов сегодня, в 11.30 активность в сфере услуг Англии, неважно, какая статистика будет обликована, локальная реакция, безусловно, последует. Это все-таки сфера услуг. Но она точно не пересилит тот негатив, который на рынке появился вчера. В 15.30 заявки на пособие по безработице, в 19.30 выступление от РАГИ и в 23.25 замыкать торговую сессию будет еще выступление Стивена Полоза, который возглавляет канадский регулятор. Стивен Полоз в последнее время, в последние три своей конференции, очень много говорил про такционистские последствия и меры со стороны США. Коснись этой темы сейчас, тем более есть что обсуждать, ведь США повысила экспортные пошлины на поставку древесины и отметила то, что следом может пойти молочная продукция. Коснись этой темы, я думаю, снова будут обозначены риски для канадской экономики и это еще один триггер для снижения канадца против доллара. Собственно, друзья, на этом все. Как и всегда, жду ваших вопросов и комментариев на канале на YouTube. Не забывайте также про форума, маркетс, и не забывайте то, что я жду от вас еще параллельно и больших пальцев, то есть лайков. На этом все. Хорошего торговой сессии. Волатильность будет сохраняться на высоких значениях. Готовимся к завтрашнему отчету по Non-Farm Parals. В связи с этим, пожалуйста, контролируйте риски. Всего доброго. До свидания.